Рукоятка в виде копытца Ребят, привет! Канал Белка Фэмили и меня зовут Таня. Как вы уже поняли, мы по-прежнему исследуем город Ханой. Сейчас дорогу перейду. И сегодня мы собираемся посмотреть вьетнамский музей этнологии. Вьетнамский музей этнологии посвящен быту и культуре. 54 официально признанных этнических групп вьетнама. Находится этот музей в районе Каузяй. Я надеюсь, что я правильно это произношу. Ну что, давайте посмотрим. А так, по всей видимости, изобреталась эта известная всем вьетнамская шляпка. Музыка Че он устал? Угу. Рукоятка в виде копытца. Музыка 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 Ну что, могу сказать, женщины во все времена любили принарядиться. Да так, чтобы их было видно издалека. Сороки мои, что с нас взять? И это останется, пожалуй, неизменным. Музыка 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 Посмотрите, какая сумка. Лисий, лисий мех. Фоли. Музыка 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Нет, это если люди высокие, то все мужчины, женщины, женщины. И френдлий, привет пока, но не френдлий, а другие люди. Здравствуйте, до свидания. Короче, мы пришли к выводу, что черт знает только плохие слова на русском языке. Я прошу за это прощенье и обещаю исправиться. Это я его научила, представляете? Я такой плохой человек. Я тоже по-корейски знаю, как будет. Иди кое-куда. Чокка. Или Шиба. Это типа бляха-муха. Ну что-то вроде это. Короче, ребят, учиться нам еще и учиться. Тесно-тесно. Угу. Как нас замучила жажда, потому что мы погуляли по музею под открытым небом. Мы искали цивилизованную карту с кондиционером, чтобы немножко посидеть, охладиться. Итак, погуляв по музею, я могу выглянуть свой вердикт. Сначала я подумала, что это будет обычный музей этнографии, где много орудий труда находится всего лишь за витриной. Вот. Но я ошибалась. Конечно, это тоже есть, но помимо этого есть еще очаровательные сценки из жизни народов, населявшие Вьетнаму. Но лично мне понравилось, что музей под открытым небом понравились дома различных народностей и то, что в них можно войти. Трогать, конечно, ничего нельзя, но можно полазить. Мы гуляли где-то около двух часов, и нам очень понравилось. Вы любите музей? Вы любите? Сейчас со мной? Ему просто лето не нравится, потому что очень жарко. Но что-то больше интереснее. Ухо? Да, да. Ань, все очень круто. Ученку тоже понравились жилища разных народностей. А сейчас мы отдохнем, выпьем напитки, которые заказали. Я заказала чай с семенами лотоса, я просто подумала, где я еще смогу попробовать чай с семенами лотоса. Вообще, кстати говоря, лотос является символом Вьетнама. Одним из символов Вьетнама, если быть точнее. Лотос для вьетнамцев это символ надежды. Он ассоциируется с чистотой, которая тесно связана с вьетнамской культурой, медициной, архитектурой и кухней. Так что лотос здесь очень серьезный символ. И поэтому я выбрала этот чай. Чон выбрал, наверное, кофе с кокосовым молоком. Чай еще и с кремом каким-то. Да, правда, крем. Прикольно. Деликим? Да. Деликим? Да. Литл Систрон показывает мне Чудайте, погони Очень сладкий, похожий на чёрный сладкий чай Есть терпкость, когда заваривают чай Жутко крепкий чай Может, терпкость придают семена лотоса? Я не знаю Цукурия Что-то почувствую Есть там на дне Какие-то семена, очень мягкие Но я не могу сказать, что это что-то невероятно особенное В общем, если не считать, что я не поняла изюминку этого чая То он, в принципе, неплохой Утоляю, жаль Сейчас мы отправимся в лотоцентр Анои Это такой небоскрёб Используется он как офисное здание Гостиница И также в нем расположен торговый центр Вот туда мы и направляемся Смотрите, ребят, что я нашла родные мотивы Матрёшки и самоварчики продаются Ага Вот Бамми Кинг вместо бургерки Ха-ха Это такие вьетнамские бутербродики с паштетом А появились они благодаря французам А тут прям много всяких экзотических таких ресторанчиков больших Мы, видимо, живем совсем не в туристическом районе Там обитают простые смертные Вот А здесь прям, ну, видно, что ресторанчик с фотографиями еды Потому что туристу очень сложно что-то заказать без фотографий И плюс к тому же перевод даже не всегда верный Я когда пытаюсь перевести на русский с помощью телефона Перевод вообще наистройнейший Я не понимаю даже сути блюда Тоже японский ресторан Очень много здесь ресторанов корейского барбекю и японские Суши там, сашими Ну что, мы уже прибыли Сейчас будем заходить Тут даже есть швейцар, который в перчатках дверь открывает Вон он там стоит А ну? Урье Да А это был известный нынче футболист Сунумин Ну чё он любит смотреть футбол с его участием Вы очень любите Сунумин Вот все Урья мне немного неудобно здесь ходить потому что за мной тут ты целая толпа ходит кеп-кеп-кеп чешет 950 и 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 Настолько так упакон в пакет, чтобы, наверное, запах не распространился по всему магазину. В Вьетнаме, конечно, разнообразие фруктов велико. Порой даже и вообще не знаю, как называется этот фрукт. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Бедняжки связанные Кстати, а вы в курсе, что во Вьетнаме есть даже ужасно жуткие яйца? Это вот, как вот эти. Короче, это что-то типа протухших яиц, либо яиц с зародышем. Такое здесь едят. Но я рисковала. Я рисковать не хочу, если честно. Стоит такой деликатес 27. Четыре штуки. Че он любит тапоке? Корейское блюдо. В Корее, например, творог не сыскать. Интересно, а здесь он есть? Мне кажется, вряд ли. Сто грамм сыра косичка стоит 60 тонков. А вот это за 200 грамм. Очень много корейских продуктов. Прям очень много. Корейская вода, корейское кофе, соки. Я такая пицца даже в Беларуси продавелся. Тест? Да, окей. Спасибо. Это чай мне напоминает хитый чай из детства. Когда мы ездим фишками в санатории, и там каждое утро нужно было пить вот этот чай. Лечебный чай. Амик с ногами? Да? Да. Тоже делают волосы. О май гад! Ребят, смотрите, что я нашла. Шампанское великолепие. Полусладкое и производитель Украина. И Чонг решил его попробовать. BTS здесь тоже есть. Первый раз вижу, чтобы упаковывали шампанское. Да. Можно расслабиться. Даже мне упаковывать не надо. Ребят, мы приползли домой. Ног не чувствуем. По пути заскочили, взяли еду на вынос. У Чонга тоже самое. Are you diet? В общем, ребят, мы будем трескать. А вам спасибо за внимание, за то, что смотрели мое видео. Пока-пока, до скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok